К другим темам. Магнитогорские трамваи постепенно переходят на бесконтактную систему оплаты проезда. В их салонах все чаще стали встречаться валидаторы. Это специальные устройства, которые считывают банковские карты. Внедрили оборудование пока не везде, но там, где оно есть, удобно стало и водителям, и пассажирам. Первый электронный кондуктор появился в трамвае номер 8, который ездит по кольцевому маршруту. Он показал высокую эффективность бесконтактной системы оплаты проезда, после чего началось ее распространение на другие вагоны. С осени прошлого года валидаторы устанавливают на все новые трамваи, прибывающие из Усть-Катава. На сегодня у нас установлены валидаторы на 22 вагонах. В каждом вагоне, около каждой двери находится валидатор. Значит, пассажиры могут им воспользоваться в случае, если они имеют для оплаты проезда социальную карту жителя города, банковскую карту или транспортную карту. Также смартфоном можно оплатить. Теперь проезд можно оплатить самостоятельно, не дожидаясь кондуктора. Для этого необходимо приложить карту к валидатору, которая, по сути, является терминалом, и он спишет нужную сумму. Оплата происходит мгновенно и тут же отображается на считывающем устройстве, находящемся в кабине водителя. То есть водитель это все контролирует, и пассажиропоток, и сколько людей именно приложили карту и оплатили проезд. Особенность валидаторов – чеки об оплате они не выдают. Однако волноваться не стоит. Доказать, что вы заплатили, будет несложно. В случае, если зашел контроль и проверяет проезд, пассажир может быть абсолютно спокоен. Он предъявляет карту именно ту, которую оплатил проезд, контролеру. У контролера есть свой терминал. Он запрограммирован только на проверку оплаты проезда. На экране терминала высвечивается либо проезд оплачен, либо проезд не оплачен. Самостоятельно оплачивать проезд на данный момент могут пассажиры четырех трамвайных маршрутов номер 2, 6, 9 и 10. Стоит сказать, что для водителей такая система оплаты максимально удобна. Это облегчает работу водителю. Это меньше отвлечения от управления. Поэтому пассажирам даже удобно. Они зашли, оплатили проезд, спокойно сели. Меня от работы не отвлекают. У меня все внимание на дорогу. Чем больше пассажиров у нас перейдет на безналичный расчет, тем выгоднее и нашему водителю, и предприятию. То есть кондуктора не надо, пассажиры все оплачивают, контролеры поработают. Ну, приучим пассажиров. Надеюсь, что это у нас приживется. Несмотря на установку валидаторов, у пассажиров по-прежнему есть выбор, каким способом оплатить проезд. Ведь наличный расчет никто не отменял. И приобрести билет за деньги можно у водителя. Однако, как показывает статистика, к нему магнитогорцы стали обращаться все реже, поскольку все чаще стали использовать бесконтактный способ оплаты. Человек подошел к терпеналу, там очередь, не очередь, все сделал, и прошел далее на место, либо встал. Ну, я считаю, удобно. Но это более цивилизованно, нежели ходить. Татьяна Артюненко, Денис Иванов, телекомпания ТВИН.